Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные обучающие видео! Когда-то давным-давно я шарился по интернету в поисках информации о гипсоновых линейках Studio Standard Custom. Очень мне хотелось купить такую гитару, хотя бы Studio, ну а лучше Standard, ну а о Custom я и не мечтал, и мне было очень интересно, чем же они отличаются друг от друга, и прежде всего по звуку. И нашел я большущую статью, где как раз описывались эти три позиции, и в конце, на сайте joblog.ru я ее нашел, и в конце автор приводил такие слова, я почти буквально запомнил их, на личном опыте убедился, что между Studio и Standard пропасть, а между Standard и Custom тоже пропасть. То есть можно подумать, что эта пропасть настолько же для автора очевидна, насколько очевидна разница в вокале, например, между Робертом Плантом и Розенбауном. Он также хорошо их отличает друг от друга, смотрит в эту пропасть, и я еще такой, ой, ё, твою мать, спаси, сохрани. И теперь второй момент. Я обратил внимание на то, что девушки обычно на гитарах не играют, но у всех людей есть тяга к сверхъестественному, и тяга потратить деньги на какую-нибудь мистическую дичь. Девочки тратят деньги обычно на экстрасенсов и гадалок, а мужики тратят на гитары. Мне кажется, эти вещи, они происходят где-то из одного и того же психологического корня. Просто почему-то вот такие гендерные различия есть, но на самом деле между маркетологом и экстрасенсом разницы нету. То есть, что читаете гороскоп в газете, что читаете описание звуков гитары в журнале. В общем-то, все одно и то же. Можно взять, переставить эти описания местами, ничего не изменится. Человек прочитает, ой, ё, твою мать. Да, 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 да. Вот на этой неделе грядет важнейшее событие, но не такое важнейшее, как вы можете подумать. Да, это точно про меня. Звук зернистый, но в то же время местами собранный, точно-точно про мою гитару. И для людей, которые со мной не согласны, ну и для всех остальных, дорогих моих любимых подписчиков, сегодняшнее видео. Что я буду сейчас делать? Я буду по очереди играть на своих гитарах, и вы мне напишите в ответах, в комментариях, где же та самая гитара, которая стоит 2000 рублей, тот монстр из Китая, который должен так отличаться от всех остальных гитар, прям не то, что пропасть, а вселенная должна продвигать между звуком вот этого говна за 2000 и дорогими гитарами, например, гибсон или ибанез. Я буду и на ибанезах играть, и на гибсонах, и еще на других гитарах. В том числе будет вот это вот самое чудовище за 2000 рублей, в котором звук должен быть, ну, прям, днище-днищенское. Итак, господа, приступим. Но прежде я приглашаю в студию своего друга Васю, который будет мне помогать вести сегодняшнее видео, и будет комментировать звучание тех инструментов, на которых я буду играть. В общем, скрасит тем самым вот это вот пустое пространство, чтобы вы не скучали, пока я всякую хуйню играю. Все. Теперь я иду играть. Так, быстренько. Берем гитару. Подключаем. Нужно все делать очень быстро, а то вы заскучаете и заснете. Звук есть. И поехали. Так. Какую-то хуйню наиграл. Чисто надо переключиться. Взять другую гитару в руки. Чувствую себя ремонтником, который колеса нам... Вон как Формула-1 поменяют. И поехали. Ну что, Вася, как тебе звучание этих гитар? Потравилось? Мне вот лично нравится. И то, и то. Позиция номер один и номер два. Так. А теперь позиция номер три. Ну, поехали. Как считаешь, Вася? Звучит достойно. Так. Теперь позиция номер четыре. Ну-ка. Какой интересный звук. Неправда. Вразительно отличается от всех прочих. Позиция номер пять. Позиция номер пять. Угу. Хуячим. Очень интересное, своеобразное звучание. Очень, я бы сказал, яркое и заметное. Да-да-да. Так. Ну, что еще у нас есть? Вот что. Вот такой вот замечательный экземплям. Обладающий своим неповторимым тембром. Угу. Поехали. Вот так вот. Интересно, интересно. Да. Весьма заняшко. Ну-ка. Смотрим дальше, что у нас есть. Вот что у нас тут есть, оказывается. Ну, погнали. Вот, господа. Сыграл я на нескольких гитарах. Конечно, каждая звучит индивидуально. Я считаю, что нет звук гитар с одинаковым звуком. На самом деле, сейчас я не пизжу. И Вася не даст мне соврать. Спасибо за то, что развлекал зрителей, пока меня не было в кадре. В общем, безусловно, мы услышали несколько разных гитар и поразились тому, насколько не похожи они друг на друга. Ну, и, конечно, я уверен, что вот это вот говно двухтысячное, оно сразу же бросается в уши, прям режет, сразу поташнет начинает, сразу думать и еб, твою мать. Ну, как можно, как можно настолько звук электрогитары испахабить, чтобы прям звучало не как электрогитара, а как просто, блядь, китайская бабушка вот так за друг другу бьет вот так вот. В общем, господа, присылайте, пожалуйста, номер, под которым звучала гитара из Китая за две тысячи рублей, и посмотрим, насколько у кого развиты экстрасенсорные способности. Все, целую вас всех, люблю. Подписывайтесь на мой канал, теребойкаете колокольчики. Я вас обнимаю, пока! Продолжение следует...